друзья всем привет с вами канал пиво делаю сам и я его ведущий равен арматурович бетонский сегодня 8 февраля 2024 года и сегодня мы будем готовить очередное пиво номер 44 сегодня приобрел вот такой вот прекрасную буханочку хлеба 750 грамм столовый хлеб стоит он у нас в магазине 59 российских рублей напомню 8 февраля сегодня а хлеб у нас ребята хлеб у нас позавчерашние 6 февраля его испекли но для сухариков это абсолютно неважно и сейчас мы будем этот хлеб резать на сухарики кто еще из вас не подписалась на канал пиво делаю сам ребятки подписывайтесь кто из вас не поставил лайкосики ставьте пишите комментарии задавайте вопросы ну а мы приступаем но для начала давайте мы его проверим взвесим заявлено ребят заявлено 750 грамм 750 грамм час мы проверим ради любопытства друзья ну вот у нас весы мы их обнулили давайте положим нашу буханочку и проверим вес сколько у нас здесь получается а получается у нас ребят 774 грамма но в принципе 24 грамма на вес пакета и на вот эту застежку думаю самое то нам на выходе ребят надо чтобы получилось а 450 грамм чистого веса сухариков напомню что хлеб является основным сырьем для приготовления домашнего хлебного пива на диком хмели здесь на канале пиво делаю сам и так ребят приступаем режем хлеб на сухарики чтобы у нас было все окей для этого нам потребуется доска ножек и противень друзья я рекомендую хлеб резать вот таким образом чтобы было не очень мелко и в то же время не очень крупно таким образом хлеб высохнет быстрее и в таком значит размере будет удобней хлеб положить в мешочек для затирания друзья вот так вот потихоньку режем хлеб и аккуратно раскладываем на противень друзья ну вот вся буханка у нас изрезана вот таким вот образом напомню здесь у нас 750 грамм на выходе нам надо получить 450 грамм это основная за засыпь для будущего пива номер 44 пакет мы не выбрасываем в этот пакет мы положим сухарики но и наш противень отправляем в духовку духовку ставим на 180 градусов и примерно два часа будут сухарики наши сохнуть подписывайтесь на канал пишите комментарии ну а мы ждем когда у нас все это будет уже в готовом виде и надеемся то что на выходе у нас получится 450 грамм базового сырья для нашего пива номер 44 ребята вот так мы закрываем но и время от времени надо конечно будет открывать потому что лишняя влага чтобы не скапливалась в самой духовке примерно два часа будет у нас готовится наши сухарики друзья ну вот о чем я вам говорил то что избыток влаги вот обратите внимание видите запотела стекло внутри поэтому надо приоткрывать надо приоткрывать вот обратите внимание вот здесь прям видно конденсат конденсат и чтобы сухарики лучше сохли лучше чуть-чуть оставлять при открытую дверку духовке так будет лучше вот так они у нас сохнут видите да вот примерно вот такую щель оставляйте так будет быстрее и лучше друзья но вот так вот сохнут сухарики но с помощью вот такой лопатки надо сейчас перевернуть их сейчас я достану протвишок и переверну их чтобы побыстрее они высохли сухарики перевернули можно поставить обратно в духовку друзья но вот так вот сохнут сухарики первый цикл сушки у нас закончен сейчас мы дадим духовке немножко остыть выключим все это дело вот вот так оставим приоткрытую пускай духовка наша остынет а потом мы повторим следующий цикл в таком же порядке подписывайтесь кто еще не подписались друзья ну вот наши сухарики готовы увидите вот и такой золотистой корочки они подсохли сейчас мы их взвесим в пакетике узнаем сколько на выходе получилось у нас вес чистый и так чистый вес у нас получилось как раз 450 грамм но за минусом веса пакетика 14 грамм как раз то что доктор прописал вот это у нас основная значит засыпь нашего хлебного сырья которое потребуется нам в нашем пиве номер 44 и так кто еще до сих пор не подписался подписывайтесь кто не поставил лайкосик поставьте но а мы продолжаем приготовление хлебное пиво на диком хмели номер 44 друзья ну и так начинаем время у нас вечерние 22 часа 12 минут чуть-чуть я немного провозился но тем не менее мы начинаем приготовление пиво номер 44 сегодня будет все гораздо проще чем обычно значит вода у нас обычная водопроводная через фильтр очищенные 6 литров также будет использована для запаривания хмеля френч прессе 600 миллилитров хмель сегодня у нас ребята прошлогодний 2022 года нашел вот такой вот старенький видите да все у меня подписано все четко 1 сентября 2022 год уже делал на этом хмели пиво в прошлом году сухарики у нас 450 грамм на выходе бутылка буханка прошу прощения 750 грамм хлеба кирпичик дала нам сухарей 450 грамм кастрюля легендарная неподдельная со сколом крышка объеденная ложка все четко затирочный мешок и так с чего мы начинаем начинаем мы с того то что ставим кастрюлю на газ вливаем 6 литров воды и включаем газ также ставим чайник так приступаем кто еще не подписался подписывайтесь кто еще не поставил лайкос поставьте пишите комментарии и так пиво номер 44 сегодня мы не используем ржаной ферментированный солод как обычно мы добавляли в этот раз все будет попроще чистота приготовления домашнего пива без ферментированного солода без меда в этот раз ребят друзья воду налили газ включили и на чайники тоже включаем газ все ждем когда у нас кастрюли закипит время у нас московская 22 часа 16 минут накрываем крышкой что мы делаем дальше ребят сейчас надо взвесить 15 грамм дикого хмеля для френч пресса что мы сейчас будем делать итак миска у нас подготовлена весы у нас на нуле 15 грамм дикого хмеля друзья 15 грамм дикого хмеля сейчас мы будем перемещать френч пресс френч пресс одну руку конечно поршень достать практически невозможно но я постараюсь и так сейчас загрузим наш хмель френч пресса хмель френч прессе обратите внимание как вот это лопулиновая пыльца остается в миске время у нас московская 22 часа 20 минут ждем когда у нас закипит чайник чтобы запарить хмель ну а пока этот хмель я как следует заверну значит встреч пленку чтобы он не окислялся друзья но вот так завернул встреч пленку чтобы не окислялся хмель до следующего раза сейчас вы мою миску уберу весы и будем сухарики в затирочный мешочек перемещать друзья сухарики я пересыпал в мешочек но не успел его еще зашнуровать чуть попозже за штурую у нас закипает чайник сейчас будем запаривать хмель напомню то что надо налить надо больше чуть вот этой метки у нас был некий запас потому что вода испаряется и вот эта метка это у нас ровно 600 миллилитров чайник у нас закипел сейчас будем запаривать наш хмель время московская 22 часа 27 минут давайте начали посмотрим что у нас в кастрюльке кастрюльке еще вода не закипает а вот в чайнике чайник мы отключили чайничек мы открыли и теперь можно смело запаривать наш хмель хмелёк ребят запасом нальем о смотрите как он раскрылся просто супер чайничек можно на место поставить так ну и теперь мы ждем ждем когда он у нас как следует запариться для этого мы возьмем поршень аромат пошел по всей кухне один лепесток выпку смотрите как моментально запаривается хмель просто моментально царить какая красота вот кстати метка посмотрите что там происходит супер видно да красота просто напомню сегодня мы готовим пиво номер 44 стоит завтрашняя дата 9 февраля сегодня у нас восьмое время московская 22 часа 29 минут сейчас показа шнурим мешочек и значит french press надо завернуть полотенцем что мы сейчас сделал обратите внимание как падает уровень завтра наверно будет еще меньше это мы узнаем утром так шнурую мешочек мешочек завязали теперь она останется только хмель завернуть полотенце предварительно мы еще нажмем как следует вот так оставим время московская 22 часа 30 минут начали мы ребята 22 12 по моему да примерно так что у нас наша кастрюлька все замечательно вода еще не кипит ждем ждем френч пресс завернули в полотенце чтобы он вот в таком состоянии запаривался хмель чтобы запаривался френч прессе ждем друзья время у нас 22 часа 41 минута и здесь у нас все хорошо вода закипела можно опускать наши сухарики 450 грамм на 6 литров воды ну как говорится с богом возьмем инструмент нашу обгрызанную ложечку и немножко опустим а помню в этот раз мы используем столовый квадратный хлеб круглый не удалось мне купить почему-то не было его ну что делать какой есть сейчас ребята чуть-чуть наш затирочный мешочек утонет принципе это необязательно делать можно его накрыть и газ поменьше сделать для сделать поменьше газ у нас поварились наши сухарики чуть-чуть чтобы все питательные вещества в будущее сусло пивное все вышло чтобы насыщенное пивное сусло содержало в себе все ароматические свойства ну и питательные для дрожжей все ждем так у нас все кипит думаю что ждем мы 10 минут до без 7 минут без 7 минут а без 7 минут 23 до и достаточно достаточно можно выключать все ждем 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 вот так у нас готовится наше пиво хлебное подписывайтесь кто еще не подписались не забудьте лайкосик равену за труды напомню сегодня мы готовим пиво номер 44 и так ждем 10 минут друзья на все время уже пришло без десяти я думаю что уже пора выключать вот так вот выглядит будущее пиво видите на какое оно светлое будет в этот раз без ферментированного солода так ну что накрываем выключаем и накрываем полотенцем утром этот мешочек будет уже не наверху плавать а внизу это я вам всего покажу завтра завтра все покажу так накрываем сейчас полотенцем накроем друзья ну вот кастрюли наши накрыта до утра следующего дня запариваются наши сухарики да кстати что у меня на завтра супчик она 2 замечательно итак подписывайтесь кто не подписались напомню сегодня мы готовим пиво номер 44 хлебное на диком хмели значит хмель мы кстати тоже закутали запарили все замечательно время как раз без 7 минут 23 часа ребят но это время для тех кому интересно сколько уходит времени на приготовление домашнего пива вот я вам все фиксирую напомню сегодня мы начинали чуть позже потому что я прокопался начали в 22 12 и без 7 минут мы закончили первую часть приготовления домашнего хлебного пива а завтра продолжим ровно по щелчку друзья утро следующего дня сегодня у нас 9 февраля 2024 года сегодня мы продолжаем готовить пиво номер 44 время у нас московская сегодня я пораньше успел без 6 минут 11 часов утра но для начала давайте посмотрим что же у нас происходит с хмелем вот здесь у нас приготовлена чашечка в которой будем готовить наши дрожжики вот такой вот хмель напомню что вчера мы наливали выше этой метки а сегодня метка уже выше уровня хмеля френч прессе вот такая вот прекрасная пена достаточно шумные у меня соседи наверху и работает и пылесос и лает какая-то там собачка но да суть не в этом значит вот наш запаренный хмель обратите внимание какой прекрасный цвет хмель дикий прошлогодний и так с чего мы начнем у меня вроде здесь все приготовлено даже водка хаска который мы будем заливать в гидро затвор точнее водка затвор вот он здесь все прекрасно все замечательно так ну и пока у нас еще без пяти 11 утра давайте пробежимся с вами по рецепту пиво номер 44 значит и так кому интересно берите ручку берите бумагу берите листочки берите блокноты ребят записывайте кому интересно для тех этот рецепт и так пиво номер 44 вчера у нас было 8 февраля сегодня у нас 9 и так хлеб квадратный в начале ролика вы его все увидели 750 грамм буханочка стоил хлеб 59 рублей круглого я не нашел обычные делаю пиво из круглого хлеба он и подешевле как мне кажется немного вкуснее хоть там есть определенные примеси в этом хлебе нету никаких примесей сухарики на выходе как раз 450 грамм ребят получилось вода 6 литров основная для затирания этих сухариков 600 миллилитров вы видите воду фрэнч прессе чуть поменьше уровень упал но зато смотрите какой хмель с какой пеной такого давно не было так сахарный песок 450 грамм вот вы его видите рядом с коробкой с рефрактометром хмель дикий 15 грамм уже запарено дрожжи пивные т-58 4 грамм ребята вот они дрожжики 4 грамма все готово и так с чего мы будем начинать начинать мы будем с того что сейчас заглянем в кастрюльку посмотрим что происходит под крышкой как я обещал то что мешок затирочный сухарями он должен утонуть час мы с вами это и проверим ребята так этот это корыца нам потребуется для того чтобы чтобы вынуть затирочный мешок вчерашними сухарями но а теперь там уже давно не сухари давайте посмотрим ферментированный ржаной солод в этот раз мы не использовали поэтому вот такое вот светлое будет пиво ребят видите да мешок у нас утоплен мы его достанем обязательно и уровень в кастрюле резко упадет это так называемые потери в приготовлении пива так ну с чего мы начнем ребят я думаю что давайте в этот раз в начале достанем мешок что мы сейчас и сделаем подписывайтесь кто еще до сих не подписались кто еще не поставили лайкос и поставьте пишите ваши комментарии мы начинаем друзья ну вот так выглядит вчерашняя буханочка хлеба который я вам показывал в начале ролика вот так вот у нас выглядит будущее пиво и обратите внимание как уровень у нас здорово упал так ну что у нас будет дальше а дальше я думаю что надо сахар засыпать в бродильную емкость что мы сейчас и сделаем друзья 450 грамм сахарного песка у нас бродильной емкости смотрите какая магия цифр 450 грамм сахарного песка и 450 грамм сухарей вот таких вы видите что мы делаем дальше а дальше мы берем наш прекрасный хмель 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 хмелек детей и вливаем в бродильную емкость дальше делаем то что надо делать двумя руками это завинтить крышку и как следует растрясти сахар чтобы он растворился с запаренным хмелем что мы сейчас и будем делать вот такая вот густая пена получается у нас но надо еще неоднократно растрясти чтобы сахар хорошенько значит растворился в жидкости но а потом мы уже будем добавлять наше хлебное сусло друзья время у нас московское 11 часов 11 минут и значит сахар мы растворили с хмелем теперь будем соединять наше хлебное сусло с сахаром и хмелем ребят кому интересно вот так вот выглядит вчерашний хлеб и вчерашний дикий хмель вот вы его видите вот это все сейчас надо будет выкинуть поросят у меня к сожалению в квартире нет а может быть к счастью я думаю что они бы полакомились с удовольствием таким деликатесом так пойду выкидывать и сейчас залью хлебное сусло и размешаю с нашим сахаром и хмелем друзья время московское 11 часов 20 минут что мы делаем дальше напомню что сейчас мы соединили хлебное сусло с сахаром и запаренным хмелем и у нас в принципе неплохо получилось вот по эту метку значит все замечательно на четыре с половиной литра готового пива мы должны в принципе выйти сейчас мы с вами отольем немножко хлебного сусла чтобы растворить наши дрожжики запустить их и возьмем немножко хлебного сусла чтобы нам с помощью рефрактометра узнать начальную плотность данного пива и так кто еще не поставил лайки ставьте кто еще не подписались подписывайтесь сейчас сюда напишем начальную плотность когда ее узнаем друзья ну вот такой вот нежно-лимонный цвет будущего пива напомню что в этот раз я не добавлял ржаной ферментированный солод поэтому вот такой вот естественный цвет сейчас мы закинем дрожжики напомню дрожжи т-58 пивные 4 грамма здесь в чашке еще у меня чуть-чуть сахара сейчас мы все это дело размешаем засыпем и будем тоже размешивать чтобы полностью дрожжики растворились кто-то скажет не надо это делать ребят но я делаю так у меня все в принципе получается сейчас узнаем заодно начальную плотность пива будущего друзья дорожжики мы размешали вот такой вот цвет теперь у нас в чашке также мы замерили начальную плотность и она ребят составила 10 процентов но в принципе такое легкое пиво должно получиться все теперь будет зависеть от того как у нас запустится дрожжики ребят время московская 11 часов почти 30 минут ждем минут 10-15 смотрим как у нас запускаются дрожжики и потом соединяем нашу чашечку с дрожжами значит с основной массой нашего будущего пива ждем ребята ждем 10-15 минут кто еще не подписался не поставил лайки ставьте лайки подписывайтесь пишите комментарии но и все будет у вас окей друзья прошло 10 минут давайте посмотрим что происходит у нас в чашке жизнь зарождается но мы подождем еще чуть-чуть еще чуть-чуть мы подождем еще пять минут буквально друзья на вас прошло еще пять минут что у нас в чашке давайте посмотрим в принципе дрожжики ожили но конечно не так как хотелось бы но так как плотность не очень высокая у данного пива соответственно и поведение дрожжей мы видим не очень такое активное ну плюс еще дрожжи старые напомню дрожжи просроченной т-58 4 грамма но посмотрим посмотрим как что чего запуститься и так без 15 12 45 минут даже 47 сегодня я еще потратил на приготовление домашнего хлебного пива на диком хмели подписывайтесь кто еще не подписались но а мы вливаем наш дрожжевой детонатор в основную бродильную емкость вот и все ребятки сейчас перетрясем и поставим под водка затвор вот друзья ну вот наша бродильная емкость на своем обычном месте напомню сегодня мы поставили на разбраживание хлебное пиво на диком хмели номер 44 на заднем плане у нас зреет пиво номер 43 уже в бутылочках подписывайтесь кто еще не подписались до сих пор кто еще до сих пор не поставили лайки ставьте время у нас ребята московская без 10 12 утра ну и на этом я думаю мы будем заканчивать возможно еще покажу процесс когда у нас заработает гидрозатвор но это не точно друзья без 15 17 процесс брожения идет полным ходом пиво у нас запустилась вот обратите внимание на гидрозатвор все замечательно все работает кто еще из вас не подписались на канал пиво делаю сам подписывайтесь кто еще не поставил лайкос ставьте все замечательно все чудесно все работает ребята напомню пиво номер 44 ну и теперь мы с вами прощаемся до второй части когда у нас будет розлив пиво по бутылкам все замечательно ребят всем всего самого хорошего у нас будет очень много плюс до конца Продолжение следует...